Когда я была маленькая, мне было года 4, у меня очень хорошо было видно родимое пятно вот здесь, надлевые брови, вот здесь где-то, но сейчас его не видно, либо хорошо видно летом, когда я загорела, у меня проявляются веснушки, и это родимое пятно. И оно настолько мне родимое и родное в меня вроднило, что я по нему скучаю, когда его нет. А когда я была маленькая, я заметила, что у меня такого есть на лбу, а у других детей такого нет. И я спросила у мамы, мама, у меня это пятно, чтобы ты могла меня отличать от других детей, и если я потеряюсь найти, и мама, господи, сама задала вопрос, сама ответила, она сказала мне, да, это чтобы среди всех других детей, если ты потеряешься, я нашла и забрала именно тебя. Я в это поверила, естественно, что это мой индикатор, что вот это пятно делает меня отличительное. И у других детей тоже есть что-то такое, и мама их об этом знает, и поэтому, когда если ее ребеночек потеряется, мама сразу найдет своего ребенка. Так оно и есть, вообще-то. Прошло время, мне было лет 20, и в общей компании был парень по имени Антон. И этот Антон говорит, что у тебя на лбу? А я подумала, что у меня там что-то, я не знаю, сопли мои или какое-то там вымазалось. И я говорю, что с лбом? Начинаю смотреть, он говорит, вот тут. И я понимаю, что он про родимое пятно. Я говорю, это родимое пятно. Он такой, ни хера себе, ты с ним ходишь? Если бы у меня было родимое пятно на лбу, я бы растрапывала его ножом. Сделал бы лучше себе метку Гарри Поттера, чем сходить с родимым пятном на лице. Типа, ты нормальная? Вообще не должно такого быть. Я его не поняла тогда и не понимаю сейчас. Мне, наверное, нужно, чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему. Когда я родилась с уникальной внешностью, из поколения в поколение передавалась такая генетика. Вот там у меня негритянский широкий нос, значит, американские такие широкие скулы, как у Моргенштерна. Вот такой подбородок, как у Геркулеса в мультике Геркулес. Глаза новейшие века, то есть узкие губы. Вот это лоб огромный, обожаю свой огромный лобешник и большой нос. Это просто, это комба, это должно было так произойти. И почему вот это все соединялось во мне тысячелетиями, чтобы я вот сейчас вот такая резко взяла и получилась. Вот такие вот секретные ингредиенты охеренно в себе соединились. И я потом живу-живу и такая, блин, а я хочу себе другое лицо, как у той девочки, как у тех девочек, как у той толпы. Ну вот я не знаю, а зачем такое лицо? Вы можете быть со своим лицом, но сделать уверенность и остальные сделают лицо, как у вас. Посмотрите на звезд, ну просто не фокусируя внимание на том, что они звезды и они красивы по определению. А вот на лицо, допустим, моей самой любимой в мире Рианочки. У Рианы вот такой нос широкий и у нее еще подбородок второй. И она любит себя и не хочет быть с маленьким, уменьшить себе нос и быть другой. Ни одна из знаменитостей уверенных и вот истинно икон, там Бьонс и Леди Гага, они не хотят быть другими, потому что им хорошо быть собой. И вот инстамодели, они останутся в разряде инстамоделей. Если у вас что-то офигительное, вам подарили ручной работы шикарную сумку. Обалдеть, какую красивую. Она единственная в мире, больше второй такой нет. Тот, кто ее создал, умер. Все составляющие неповторимы. Сделать такую нельзя. И человек берет эту сумку и идет в ателье, чтобы ее перешили в обычную вот такую Michael Kors. Черную, классику, стандартную. Вот так я это вижу. Что мне жалко, но мне очень нравится, когда у людей соединяется что-то красивое и некрасивое. Я согласна, что сложно не повестись на эту моду, на этот стандарт, что это очень красиво, когда ты видишь вот такую девочку, которая там выглядит как будто бы идеально. И смотришь и кажется, ну почему я не как она? И начинаются изменения. И кажется, что ты уродливое такое по сравнению с ней, она богиня. На это сложно не повестись. Но те, кто не повелся, они выигрывают. Люди без пластических операций выглядят странно. А это ли не самое классное, как можно выглядеть? Выглядеть удивительно. Сейчас вообще такое время, я считаю, что решает не внешность, а внутренние составляющие. Те, которые я не смогу изменить. Вот допустим, я себе изменю внешность, я стану супер красивой. Ну вообще, прям вот с лучших обложек. И понимаете, что вы будете листать ленту в инстаграме, и вам попадется мое лицо, и вы не удивитесь. Вы не будете на нем торчать 3 часа, потому что таких лиц вы видите за день, ну 500 штук минимум. Вы просто заходите в интересные разделы в инстаграме, там где лупа, и у вас этих фоток идеальных девушек, ну просто, они вот так вот на лицо у вас просто садятся от того, что их тьма. И они уже, не то чтобы неинтересно, но просто посмотрели вот так, они листаются. Это ничего не значит. А значит, а значит уникальность и своеобразность. Потому что Таиланд я не сделаю себе. Уникальность я тоже себе не сделаю. Я могу это только развивать. И если я себе переделаю лицо, хоть в мисс мира на все века, вот такой у нее будет подраздел, это не будет вообще никаких эмоций и чувств вызывать вообще ни у кого, кроме турков, наших любимых турков. Потому что для них красивая девушка должна быть дома сидеть, и чтобы остальные завидовали. Это как вещь. И толку от этой внешности, если нет какого-то таланта, суперспособностей, характера, какой-то черты такой, которые тебе выделяют среди всех этих одинаковых еб... Я хочу, чтобы было понятно, насколько бы мы с тобой уродливо не выглядели. Хоть самые гадкие ути вообще в этом болоте, а остальные все лебеди белые с пушистыми перьями. Это все не так важно. Мы с тобой уникальны и развиваем именно вот это внутреннее чувство, которое может вообще всех покорить. Представь вот этих звезд, не представь, вспомни их и посмотри на их внешность с трезвым взглядом. Поищи у них недостатки, представь, что это твоя бывшая бывшего или настоящего. И ты поймешь, что их решает не внешность, а талант. Суперский талант. Ну и бабки. И когда поет Рианна, идут мурашки. Когда поет Бейонса. А когда поет суперкрасивая девочка в караоке, которая не умеет петь, похуй на нее. Всем она не остается в сердце. Какая бы красивая девушка ни была, если она ничего из себя не представляет, а просто набор внешних данных, совокупность носа и губ, вот фигуры и ровных волос. Это не запоминается. Я вижу таких каждый день, и ты тоже. А запоминается, что, господи, тот тикток был такой смешной. Эта девчонка так смешно рассказала эту историю. Она стояла не накрашена в хвосте и просто ржала и рассказывала про какого-нибудь кота. И ты это помнишь и знаешь, она тебе так понравилась. Потому что она была такой, как ты видел в первый раз. А то, что ты видел в 100 раз, пофиг на нее. Может быть фильмы, может быть журналы, может быть кто угодно. Инстаграм, внушили тебе это, а ты повелся. Очень глупо повелась ты на то, чтобы быть красивенькой. И это все решит. Но представь, вот точно я говорю, когда развиваешь в себе свой талант, который вот такой, взял и подумал, что люблю больше всего. За что мне не платят деньги, но я это делаю постоянно. Я делаю то-то и то-то. Я рисую, я пою, я люблю снимать видео. И как только это делаешь очень много и становишься еще более и более в этом уверенной, тебе становится плевать вообще на все твои недостатки лица. На все. Хоть у тебя, я не знаю, что там, кислотой облитая. Потому что ты любишь себя за то, что ты уникальный, за то, что ты не такой, как все. Причем девочки все сейчас со мной согласятся, что когда пишет парень комплимент, ты такая красивая, любой парень, это воспринимается как ноль эмоций. Что? Ммм, ну как бы... Может что-то поинтереснее есть у тебя? А когда парень пишет, блин, ты так красиво поешь, ты такая классная, с тобой так интересная, ты такие истории рассказываешь, я вообще так по тебе скучаю, ты так прикольно накрасилась, или что-то говорит комплимент чему-то, что вы сами сделали, что вы заслужили, то, что благодаря вам произошло так, то, что я спела эту песню, я работала над своим голосом, то да, это приятно. Когда говорят, ты прикольно ведешь стримы, мне очень нравится, смотрел бы и смотрел вообще весь канал, чтобы тобой был заполонен. Это одно дело, но когда тебе говорят, ты красивая, ты такая милашка, ты такая секси, кажется... Ммм... Похер! Я встретила, наверное, уже людей пять, которые видели меня давно, допустим, мы учились в музыкальной школе вместе, либо к бабушке пришла подруга и говорит, Настя, ты была толстая, и ты похудела, и вот этот парень с музыкальной школы говорит, и другие, которых я сто лет не видела, такие, блин, ты раньше жирная была. А прикол в том, что я не помню себя жирной, я не была жирной, у меня не было такого периода, чтобы я была жирная. А люди вокруг, которые меня знали тогда, мне об этом говорят. И прикол в том, что я смотрю фотки, и я не ощущаю себя толстой там, это они так видели. А я жила себе спокойно, у меня вообще не было даже никаких проблем, понимаете? Что у меня там какой-нибудь жир, или толстые ноги, там подбородок, щеки, вот это все, что называется толстым, вообще плевать было. То есть я вообще свою внешность, если честно, не то чтобы воспринимаю, как красиво или некрасиво, в ней нет ни плохого, ни хорошего. Ну, ладно, я очень люблю лоб, то, что он большой у меня, и нос у меня большой, я его очень сильно люблю. То, что он такой вот у меня широкий, вот такой негритянский нос, что ни у кого такого я не видела еще, но вот это как будто моя гордость, как члены мужчины. Вот мне так подружка одна же сказала, что больной нос, большой нос, это как члены мужчины, я так его воспринимаю. Из-за моих нависших век меня не берут моделью на макияж, никогда, никогда просто, потому что не видно макияжа. Я не об этом вообще не парюсь. И вот свою внешность я вот воспринимаю, как что-то, ну, никак, она, ну, никак, вообще ничего. Вот это, знаете, вот это вот место на руке, если у вас там нет татуировок, то вы поймете, вот что вы чувствуете к этому участку кожи, или там на ноге, или вот тут, что вы чувствуете к этому? Вот подумайте, опишите мне вот эту кожу. Я думаю, ну, мне похер, я вообще никак не воспринимаю. Я смотрю, мне плевать на это. И вот то же самое у меня со мной произошло. В завершение хочу сказать, что пускай все вокруг хотят сделать операцию, чтобы стать похожей на тебя, пускай все хотят себе сделать такое лицо, как у тебя, пускай они распечатывают твои фотки и заполонят ими всю квартиру, весь подъезд и дом, весь мир, пускай будет твоим фанатом. Чтобы этого добиться, нужно просто развивать свои таланты. Никак иначе, просто свои внутренние качества, чтобы тебя любили, твоя внешность, тебе не нужно изменять внешность, тебе нужно изменить себя внутри. И тогда внешность станет идолом и кумиром множества людей, понимаешь? Ни одного человека красивого, ребят, ни одного человека из этих кумиров и идеалов не полюбили просто за внешность, просто за внешность ни одного не полюбили, понимаете? А сколько проводится конкурсов Мисс Мира, Мисс Россия, Мисс Красота, Красноярска 2005, никто не знает этих людей, этих мисс, не мисс, потому что кроме внешности она бы была один годок, ни одну фамилию никто не помнит, всем насрать на них. Как бы уродливо не выглядела Сара Джессика Паркер и прочие девушки, их любят за их таланты. Посмотрите вообще на любого человека. Александр Рева, певец просто из комедий-клуба, когда еще был шутником, был убог и просто сюрреалистичен от того, что вот сексуальный физрук, но как только он показал весь свой талант, что он не только шутник, но еще и певец, и уже начали на него по-другому смотреть, с его костюмчиками, что он вообще-то уж как-то по-другому даже выглядит. нагив, блядь, все. Ну, понимаете, что не бывает человека, который красивый, просто так, и все, с него нечем взять. А вот именно талант, он облагораживает, делает красиво, любую оболочку вообще. вспомните Женю Мельковского, он совершенно не типичная внешность, но сколько девчонок в него влюблены, сколько девчонок в него влюблены, я, я в него влюблена, его нос офигенный, его внешность офигенная. Подписывайтесь на мой некрасивый канал, совершенно не идеальный, и нетипичный, и давайте просто любить и уважать друг друга, за то, что мы вот такие. И, блядь, как будто бы я выбирала ли виноватой, что-то вообще от меня зависело в этой ситуации, когда сперматозоиды яйцеклетка столкнулись, где-то в утробе. Вот просто я не знаю, как я могла это изменить или поменять, а что в Sims играла, или родители в этот момент, такие странные. Я не договорила. Я это вижу так, что девушка, когда она делает себе пластическую операцию и меняет свою внешность под тот стандарт, который сейчас моден, это путь вообще наименьшего сопротивления, самый легкий, это вход в зону комфорта, что как будто бы я сразу автоматически хочу всем понравиться, не прилагая к этому никаких усилий, мне не нужно развивать свои навыки, становиться звездой, красиво петь, танцевать, снимать видео, мне ничего не нужно делать, просто я сразу автоматически красива, и я должна заслужить доверие и любовь всех, потому что красивых любят. А как же хард уровень, что-нибудь посложнее, что если ты уродливая, по меркам окружающих, так заставь их влюбиться в тебя, непосредственно внешности, это же сложнее, ну и конечно, кому это надо, мы не выбираем сложных путей, мы идем по легкому, чтобы меня полюбили просто за рожу. Вот чудесно, а зачем? Это самый легкий и тупой путь. Самый легкий и тупой путь. А как же, а как же папин нос? А как же маминой щечки? Даже ты не хочешь это оставить? Честно, девушек с избытком пластических операций на лице предпочитают только парни геем. Это все мое мнение, и ни в коем случае его не нужно слушать никогда, потому что я сама была жертвой советов. Жертва слова ужасная, но правда, мне советовали херню, я на нее велась, и потом от этого страдала. Например, как с окрашиванием волос полагалось на чужой вкус, что как якобы этот человек знает лучше меня, он профессионал или очень талантливый чувак. Сейчас я сделаю, как он сказал, она, и будет мне здорово. И в итоге, и так что, подводим итог. Итог. Какая-то к... если бы пластическую операцию делала моя подруга, которая очень сильно хочет, например, представим себе такое, я всегда отговариваю, хотя это неправильно, нельзя отговаривать, человек хочет, пускай делает, какого хера, может, жизнь на перекосяк пойдет, из-за того, что он мне сделал операцию. Просто дело в том, что я настолько сильно люблю индивидуальность, настолько ее оберегаю и храню, вот это вот что-то непохожее, когда на остальных, это просто под футляром у меня хранится. И в себе я это охраняю, просто автоматами, упаси Господь, если кто-то берет мои штуки и выдает их за свои, или я никогда в жизни себе не позволю сказать приветики-пистолетики, потому что это фраза Насте Ивлеевой. Нет. И когда моя подруга или сестра, мама захотят сделать себе пластику, мне будет обидно и жалко, почему ты расстаешься, ты же такая уникальная, ну почему, за что, это же твое богатство, это все твое все, больше у тебя ничего нет твоего, только то, что ты делаешь. Ты держи, и хочу видеть эту уникальность дальше. А если будет что-то круто, если делать пластические операции, когда человек трансформируется и становится, ну, у него был мотокон, он всегда маленький, как у Майкла Джексона, там какой-нибудь, а он взялся и сделал, как у Рианы, такой широкий, или нарастил себе горбинку, ну, так никто не сделает, и этого я не против, когда человек самовыражается, а не когда подстраивается, вот, все, вот мой главный посыл, я его сейчас сама поняла, к чему я чего вела, все, всем пока.